Привет дорогие мои, меня зовут Артур и сегодня мы начинаем прохождение Condemned Criminal Origins, то есть истоки криминалитета. Переведем это так, будет довольно вольный перевод. Игра от студии Monolith, венциносная, которая в принципе в свое время была таким же столпом жанра, как, скажем, ID, Valve или Apex Mega Games. Но в последнее время скатилась конвейер и стала делать игры все хуже. И в принципе я считаю, что вот именно Condemned 1, это их лебединая песня, одна из самых лучших игр. В принципе очень хороший хоррор-ужастик, вышедший в конце 2005 года. Мне она тогда очень запомнилась, но я игру прошел, у меня было очень мало времени, я там уезжал в отпуск через несколько дней. Поэтому пришлось пробежать ее по-быстрому, в голове практически ничего не отложилось. Поэтому сейчас будет практически слепое прохождение, тем более прошло уже так, сколько получается. Ну больше пяти лет точно. Ну и давайте, собственно, что тянуть-то? Поставим новую игру на нормальном уровне сложности и запустим ее. Я помню тут дико долгие загрузки, поэтому сейчас все равно еще наговоримся. Ой, короче говоря, на тот момент это была одна из ланч-тайтлов на запуске Xbox 360 и выглядела по тем временам просто невероятным. И сейчас вы увидите, что в принципе графика довольно-таки современная и ничем не хуже многих современных игр. Даже лучше, скажем, намного более красиво, чем Fear 3, который вот недавно вышел. Давайте начинаем, идет стартовый экран. Так, я помолчу пока, чтобы не мешать вам вникать в процесс. На дворе опять ночь. Я надел наушники, так что это будет интересно. Так, ну, собственно, мы играем за Айтана, не помню как, Томаса, по-моему, фамилия, агента ФБР. И прибываем на... он работает в отделе по убийствам, прибываем на место очередного маньяческого убийства. Вот наш главный герой. Азиат с квадратной челюстью. О, хорошая физическая подготовка нам, в принципе, пригодится в процессе игры. Игра вышла, по-моему, спустя полгода, где-то после первого эфира. Влияние вот тут довольно-таки сильно заметно. Так, и сейчас что-то у меня с управлением не то. Так, я пока выключу настрой управления, потом включу. Так, ну, собственно, я настройал, почему-то сбросились все настройки управления, движения. И сейчас мы пойдем вперед. Так. Пролезаем под полицейской лестницей. Графика, как вы видите, очень неплохая. Напомню, прошло больше пяти лет, и, в принципе, графика вперед так и не шагнула. Как вы видите, консоль очень сильно влияет на развитие технологий. И до выхода нового поколения консоли мы серьезно скачка в графике не увидим. В некотором месте не так длинно. Так, ну, давай. Испугался крысы. Так, ну что, мы в каком-то подвале гуляем. У нас тут тень персонаж отбрасывает. Во многих играх этого нет, а это очень серьезно так влияет. Мелочь, казалось бы, а влияет на атмосферу. Че, Пань, фонарик сдох. Вот не надо было фонариком по машине моей бить, и было бы все нормально. Толстяк. Так, что у нас тут... Какие-то офисы непонятные. Ну, на дворе раннее утро, так что... Понятно, почему они такие заброшенные. В сторону. Мент. Так, ну и что, вот у нас сцена преступления. Манекены. Блин, ненавижу манекенов. В свете сами знаете какой игры. Еще манекен. Так, нам звонит кто-то. Девушка, как мы видим, притянута скотчем за ноги к стулу. Вся обмотана какой-то цепью. Вообще ужасно так с ней обошелся кто-то. Маньячина. И зарисовал стены, и понаставил своих манекенов. Так, ну что, давайте исследовать место преступления. В ультрафиолете мы видим следы душения на ее шее. Давайте-ка мы их просканируем. Так, видимо, подальше надо. Что не так? Ага, вот все. Так, все сфоткаем и отправим снимок в лабораторию. Задушена одной рукой. Обалдеть. О, это улика. Так, это что за флэшбэк такой? Или просто глюки? Да, как раз таки того манекена изготавливают голову, который сидит за столом. Так, ну и давайте посмотрим, может на нем отпечатки остались. Да, выключи свет. Ну вот тут все очень отчетливо. Давайте-ка мы отправим и это на экспертизу. Хорошо. Да, те же отпечатки. Так, ну собственно. Бекер, Бекер, нет пищи на границах. Да, наш братья не заметил, что воняет сигаретным дымом. Пойдемте-ка узнаем, откуда этот запах идет. Так, ну я думаю, нам может сюда пойти. Нет, видимо, все-таки сюда. Да. Да. Так, нам нужно разобраться с освещением, а наши напарники, вернее, напарник и коп отправиться, собственно, искать маньяка. Так, ну и, собственно, насколько я помню, сейчас уже закончится обучение и пойдет, собственно, геймплей. Так, что там сверху творится? Опа, кто-то пробежал. Так, к нам какой-то нарк движется. Но у нас есть пистолет, в нем 9 патронов. Тут оружие вообще очень редко встречается, патроны к нему лучше беречь. Но сейчас он остабельный пистолет, так что... Что ты мне кричишь-то? Готов. По городу идет какое-то массовое сумасшествие. Все наркоманы, придурки и психи выбежали на улицы и творят непотребство. Так, 8 патронов. Блин. Тут он прятался. Кто-то бегает сверху. Какие-то странные заброшенные вообще здания. Да, здесь, похоже, шпана обиталась, накуривалась, кололась, потому что характерные такие признаки. Так, тут у нас труп лежит. Ой, блин. Ну ладно. Мне будет спокойнее, если он будет убит. Хотя, может, это был какой-нибудь мирный житель. Ну да и хрен с ним, как говорится. Так, осторожно поднимаемся. Там сверху КЭП подсказывает, что патроны у нас не бесконечные. Использовать их надо мудро. Так, и что это у нас? Какой-то строящийся этаж, похоже. Еще даже гипсокартоном не обклюили. Так, эта дверь закрыта. Продвигаемся потихоньку. Тут у нас пусто. Очень хорошо поработали с освещением, конечно. Красиво сделано. Так, это я наступил на бутылку. Так, это что такое? А, это коллектабл с местной. Которую надо подбирать, чтобы чувствовать себя лучше. Я не знаю, вообще не понимаю этих людей, которые все эти ачивменты всякие выбивают. На мой взгляд, это довольно глупо. Собственно, в игру надо играть, а не в ачивменты. Так, ну, видимо, тут ничего нет. Давайте вернемся. Пойдем туда. Тем более, нам туда и надо. Так, там кто-то шебуршит. Вон я вижу. Торчит. Что-то тулово. Давайте-ка. Не будем с ним церемониться. Нашел, что ты понимаешь. Solid Snake из-за угла нападать. Так, ну и что? Светает. Наступает утро. Нам от этого не легче. Так. Идем дальше. Осторожно. Еще один пробежал. Хорошо, что фонарик не разряжается, потому что, насколько я помню, в Фире первом, изданном практически одновременно, был бардак с фонариком. Ну и вот в доме кошмаров, который мы сейчас играем тоже. Это довольно странно, потому что, блин, кто там бегает? Потому что батарейки, по идее, они не должны так быстро садиться-то. Так, понятно. Так, понятно. Куда нам тут идти? Видимо, в эту дверь. Нет, нам и не сюда. Ах, тупик. Я вижу тупик. Возвращаемся. Возвращаемся. Возможно, нам в ту дверь. Да, судя по всему, нам сюда. Тут какие-то трансформаторы стоят. И меня опять накрыло. Так, ну и, собственно, похоже, он там рычаг дергал. Сейчас мы проверим, что у нас здесь. Здесь у нас ничего. Прикроем дверку. И, собственно, дернем рубильник. Да, вот его, сигарета. Включим свет. Ой, блин. Братья, может, не надо? Так, это скотина забрал наше оружие. Тем временем в здании полно торчков и просто психов. Поэтому нужно найти что-то, чтобы отбиваться. Давайте вот схватим эту трубу. Так, сейчас я разберусь с управлением. Все понятно. Двинем. Что за палка? Да, мы, собственно, с другой стороны этого тупика, мы вон там бегали. И здесь у нас какие-то птичка. Еще одно коллекционное. Непонятное. И аптечки. Восстановления здоровья здесь нет. Здесь нужно следить за здоровьем. Это хорошо. Я, честно говоря, не очень люблю. Так, кто-то там... Кто-то там демонстрирует нам местную отличную физику. Я не люблю, честно говоря, восстановление здоровья. Так, продолжаем. Меня тут отвлекли. Чёртов телефон. Вечно звонит. Неподходящий момент. Так, что же у нас здесь? Здесь у нас большое открытое пространство, где нам могут вломить с любой стороны. Поэтому идем тихонько по стеночке. Идем тихонько по стеночке. И, собственно... Блин, опять кто-то бегает. Встанем в угол. Ага. Получили. Один готов. Ох, блин, а. Ах, скотина. Готов. Фу. Блин, даже напугали меня. Боевая система здесь просто отличная. По-моему, ничего лучше так и не создавали в этом поджанре. В драках от первого лица. Так ничего, по-моему, лучше не сделали. Так, какого хрена? Что творится? Что творится? Ни хрена так звуки. Это кто это? Да. Да. Судя по всему, у нас глюки. Ну, по всем, в принципе, законам жанра, так что удивляться тут нечем. Так, есть что глотнуть? Нет. Со здоровьем. Пока, в принципе, нормально. Так, газовый спектрометр чувствителен. А, мне нужно еще одну птичку найти, если у меня есть такое желание. Ну, такого желания, честно говоря, нету, я не понимаю. Просто, ну, не нравятся мне все эти коллекционируемые вещи. Толку потому, что от них вообще никакого нет. Ну, возьмем раз, чтобы обучение было. Так, а нет ли у нас второе оружие получше? Какой-нибудь, я не знаю, топор пожарный. Потому что отмахиваться этой палкой, ну, в принципе, неплохо, но хотелось бы лучшего. Так, тут бегают крысы. И, по-моему, я хожу кругами или нет? Вон тут аптечки. Давайте одно скушаем. Что, что тут? Труба с проводами. Это получше будет, вроде как. Да, у этой повреждения, конечно, побольше у короткой трубы, но меньше скорости и хуже блок. Не знаю, мне как-то это больше нравится. Проводки такие симпатичные торчат. Так, пойдем дальше. Так, пойдем дальше. Осторожно, потихоньку пробираемся. О, пожарный топор требуется. Значит, мы скоро его найдем. Это хорошо, как я про него вспомнил-то. Все-таки что-то значит. Глава помнит, хотя сколько лет прошло. Так, а там у нас какой-то телевизор. Так, прикроем окошко, там у нас какой-то тягач приехал, если вы слышите. Так, блин, ты так не кидай топор, а то пришибешь меня еще. Вот. Так, ну о нем, говорит, очень медленный кувалдый топор. О, и еще одна вещь. Если вы найдете себя в стихий ситуации, используйте тазер для темпоративной стихи.